Деяние апостолов, глава 4 Многие же из слушавших Слово уверовали, и было число таких людей около пяти тысяч. На другой день собрались в Иерусалим начальники их и старейшины, и книжники, и Анна, первосвященник, и Каяфа, и Иоанн, и Александр, и прочие из рода первосвященнического. И, поставившие их посреди, спрашивали, «Какой силой или каким именем вы сделали это?» Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им, «Начальники народа и старейшины израильские, если от нас сегодня требует ответа в благодеянии человеку немощному, как он исцелен, тогда будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назорея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен Он перед вами здрав». Он есть камень, пренебреженный вами, зиждущими, но сделавшийся главою угла, и нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Видя смелость Петра и Иоанна, и приметивши, что они люди не книжные и простые, они удивлялись, между тем узнавали их, что они были с Иисусом. Видя же исцеленного человека, стоящего с ними, ничего не могли сказать вопреки, и приказавшие им выйти вон из Синедриона рассуждали между собою, говоря, «Что нам делать с этими людьми?» Ибо всем живущим в Иерусалиме известно, что ими сделано явное чудо, и мы не можем отвергнуть всего. Но чтобы более не разгласилось это в народе, с угрозой запретим им, чтобы не говорили об имени этом никому из людей. И, призвавши их, приказали им отнюдь не говорить и не учить об имени Иисуса. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ, «Судите, справедливо ли перед Богом слушать вас больше, нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и слышали». Они же, пригрозивши, отпустили их, не находя возможности наказать их по причине народа, потому что все прославляли Бога за происшедшее. Ибо лет более сорока было тому человеку, над которым сделалось это чудо исцеления. Бывшие отпущены, они пришли к своим и пересказали, что говорили им первосвященники и старейшины. Они же, выслушавши, единодушно возвысили голос к Богу и сказали, «Владыка Боже, сотворивший небо и землю, и море, и все, что в них, Ты устами отца нашего Давида, раба Твоего, сказал духом святым, Что мятутся язычники, и народы замышляют тщетное. Восстали цари земные, и князья собрались вместе на Господа и на Христа Его. Ибо поистине собрались в городе этом на святого сына Твоего Иисуса, Помазанного Тобою Ирод и Понти Пилат с язычниками и народом израильским, Чтобы сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и совет Твой. И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всей смелостью говорить слово Твое. Тогда, как Ты простираешь руку Твою на исцеление и на соделание знамений и чудес Именем святого сына Твоего Иисуса. И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, И исполнились все Духа Святого, и говорили слово Божие с дерзновением. У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа, И никто ничего из имения Своего не называл Своим, но все у них было общее. Апостолы же с великой силой свидетельствовали о воскресении Господа и Иисуса Христа, И великая благодать была на всех их. Не было между ними никого нуждающегося, Ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного, И полагали к ногам апостолов, и каждому давалось, в чем кто имел нужду. Так Иосия, прозванный от апостолов Варнавою, что значит сын утешения, Левит, родом Кипрянин, у которого была своя земля, Продав ее, принес деньги и положил к ногам апостолов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова